Понятно, зафиксировали. Теперь расскажи про вот эти бои в духе Вердена, когда фактически повторяется ситуация Первой мировой войны, траншеи находятся рядом друг напротив друга. Я думаю, что вы там, наверное, даже если перекрикивались, то слышать их могли. Нет, так и переговаривались, были ситуации. Ну, еще раз тебе скажу, все-таки у русских тоже есть чем учиться. У них там была жесткая квалификация этих, были штурмовики, которые штурмуют, были окопники, которые сидят в окопах и копачи, которые копают. То есть у них была там жесткая дифференциация, кто чем занимается. Но надо признать, что живую силу они расходуют, как они не говорят, что они там заботятся о своих бойцах, там и т.д. и т.п. Был вот, например, случай, когда на опорник, ну, для того, чтобы выявить переднюю линию огневые точки, да, то есть они постоянно провоцируют бои. Для того, чтобы понимать, какой боекомплект у тебя, где огневые точки, сколько там опорники там людей, там и т.д. и т.п. И они постоянно провоцируют. Были даже такие случаи, просто взяли, ну, у них там какой-то там очередной мобилизированный, привели на переднюю линию, ему сказали, что, говорит, он иди туда, тебе выдадут автомат. Их пустили просто на опорник. И он шел, тоже офигели, ну, то есть безброя человек идет, ну, естественно, что открыли огонь, его ранило, а потом разговаривали, и вот он признал, что ему сказали, что здесь выдадут автомат. Только для того, чтобы выявить огневую точку. Кошмар. Ну, да, известны эти все практики их, никто там не жалеет. Мы даже по видео видим, ну, часто что-то, аэророзвитка снимает эти окопы, и раненые, и убитые, они их не забирают. Но, опять-таки, что хочется сказать, что, конечно, плохо, что мы до этого довели, плохо, что у нас, ну, есть такой опыт. Очень важно передавать этот опыт другим подразделениям, потому что, опять-таки, бой, там, например, в городе, бой в лицу, штурмовые действия, действия оборонного характера, это абсолютно разные бои. И у тебя должны быть морально подготовлены и бойцы, они должны оснащены быть, они должны иметь опыт, они должны понимать, что за ними есть командиры, которые видят бой, предотвращают там штурмы, потому что, я еще говорю, что штурмов было по 5-6 штурмов в день. Вот. И к этому надо быть готовым. Это тяжело быть к этому готовым, особенно, когда, ну, штурмовые действия, это же не просто там вышли и пошли штурмовать. Вот. Перед штурмовыми действиями это минометный, как правило, обстрел, потом выезжает танк, обстреливает танк, может, БЭХ выехать, обстрелять, потом закидать зажигательными, покажи этот. Могут забросать еще каким-нибудь дымовыми и потом штурм. И так вот, ну вот, это результат вот обстрела позиций, то есть зажигательными смесями забрасывают, температура горения около 2000. Чуть выше на эту камеру. То есть, друзья, это вот когда… Около 2000 температур. Это вот когда сверху вот эти падают такие, да, как кометы там, да, они медленно опускаются, а потом падают везде, засыпают мелкими кусочками. Это чуть-чуть другое. Они, это эти, ну, называют там люстры, это, ну, подсвечивают. Не, не подсветка, а вот именно они в зажигалке. Есть, да. Оно падает там и, ну, оно выжигает все, что есть. Это дерево прожигает, металл прожигает. Оно попадает не только на дерево, но, к сожалению, попадает и на людей. Бывают, ну, довольно серьезные ожоги. Вот. И я же говорю, что к этому тяжело готовиться, но, ну, опять-таки, могу сказать, что мы простояли больше трех месяцев и отошли на 100 метров. И то, потому что просто позицию, которую мы занимали, просто перемололи полностью. То есть там, ты же понимаешь, это лес. Мы когда туда пришли, вот заняли позиции, да, был лес с кронами деревьев. То есть ты можешь, мог где-то прятаться. Буквально через три недели на позиции это был, знаешь, больше похож на лунный пейзаж. То есть стоят голые эти торчки деревьев и везде воронки. Вот. Ну, там, могу сказать, что, в принципе, мы отстояли и отошли на 100 метров. И то, потому что жили. То есть просто не было за что держаться. А вот. Ну, правильно, господи. Если необходимо сохранить в жизни людей и не жертвовать ими безумно, то, конечно, можно отойти, если это позволяет местность и все остальное. Тут даже оправдываться нечего. Это война. Ну, да. Ну, я еще верю, что к этому тяжело готовиться, но это, опять-таки, определенный характер боевых действий, которым нужна злага джинадия. И самое важное, это уничтожение артиллерии противника, не так даже живой силой, потому что штурмовые действия тяжело. У нас, в принципе, были свои минометные расчеты подготовленные и штурмовые действия, слава Богу, это отбивали. Меньше было этих ранений именно пулевых. Самое страшное, это, я говорю, это вот осколочные, особенно, когда попадает в крону деревьев и разлетается просто в это. Минометы, конечно, это такая страшная вещь, и с этим что-то надо делать, то есть я же говорю, что я бы поставил в доктрину задачи. Это уничтожение всей артиллерии до 14 километров. То есть любая стволка, если она позволили приближиться ближе, чем 14 километров, она создает реальную угрозу для живой силы. Этим надо заниматься. Те же вот сейчас занимаются эти FPV, то есть вот эти все высокоточное оружие, которое, ну, к сожалению, недостаточно на сегодняшний день. И я все говорю, что русские тоже в даром время не теряют. Они это все тоже анализируют и используют. Радует то, что у них, ну, слава Богу, запасов БК, вооружения уменьшается. Уменьшается.